Всем привет! Продолжаем прохождение Слоттера The Lost Outpost. И в прошлый раз мы победили босса. И теперь нужно нам отправляться снова вниз, чтобы куда-то там попасть. Надо идти на насосную станцию, вход в нее можно найти в изоляторе. С нами связался персонаж дружественный, которого зовут Мятежник. И он сказал нашему герою, чтобы он двигал обратно туда, где они в первый раз виделись. И теперь, поскольку у нас есть перчатки особые, которые нам позволят цепляться и забираться выше куда-то на уступы, Благодаря этому мы сможем добраться до той области, которая раньше нам была недоступна. Так, поехали. Мне интересно, если я вот прямо отсюда спрыгну туда, я сильно разобьюсь или нет? Просто так будет быстрее. Ау. В принципе, не так уж сильно мы разбились. Давайте тогда... А, все. Тихо. Оу. Оу. Вот это встреча. Перезарядка. Нет. Только не сейчас. Вот это я, конечно, свалилась им на голову. Что теперь? Еще ниже. Спрыгнуть или полезть по лестнице? Давайте спрыгнем. Еще ниже куда-то нужно. Ой, смотрите, там секрет. А как туда попасть? Внезапно. Я этот секрет раньше не замечала. Вдруг я упала, и он у меня прямо перед глазами появился. Странно. Может, потому что, когда я спускалась с лестницы, я сразу сюда бежала и не смотрела, что у меня впереди, перед глазами, перед носом. Либо я просто не догадалась. Я не помню, я видела это в прошлом прохождении или нет. А могу я допрыгнуть? Нет, я, наверное, не могу, потому что персонаж, в принципе, не прыгает. Он не прыгает. Значит, нужно как-то нам... Может быть, зацепиться, но мне кажется, там высоко. Или там что-то типа лестницы есть. С какой стороны нужно это делать? Как можно туда пробраться и добраться до этого секрета? Я не знаю. Тихо. Хороший вопрос. Мне теперь стало интересно, что же там такое. Хотя я вряд ли найду там что-то хорошее. Ну, то есть я найду там что-то хорошее, но... Тихо. Ой, кто-то по мне стреляет уже где-то. А. Ой, не-не-не-не-не, меня сейчас убьют. Срочно убегаем отсюда. Ах, не успела. Он полечился и умер, господи. Это просто... Просто что-то с чем-то. я в восторге ладно о господи это мне так далеко обратно топать не совсем честно можно было бы сделать сохранение где-то уже там снаружи а может его пропустила я скорее всего она была просто я убежала как угорела и прыгала вниз чтобы это все сократить и в итоге все задание засчиталось нам просто я диалог скипнула весне сохранением вижу опачки ладно я не хотела я надеялась он выживет я я не специально ладно не буду больше так высоко прыгать то есть так низко падать то есть спрыгивать с большой высоты короче по-любому прежде чем туда направляться нужно нам найти где-то вообще я бы хотела спрыгнуть но как-то так аккуратнее вот может на эти ящики если очень аккуратно но он не хочет он говорит ты чё ты совсем я туда не прыгну а я говорю нет ты прыгнешь ты прыгнешь нет ты прыгнешь я же говорила ничего страшного не случится так отлично там внизу будет засада это мы помним гранат нет ни одной Но таких врагов... Гранаты бы, конечно, лучше работали, чем так их расстреливать. Хотя, в принципе, и без гранат справились. Вот это оружие, оно классное, оно очень мощное, и оно с любыми врагами отлично может справиться. Но сохранения я не вижу. Я не вижу сохранения. Вот оно. Как я его пропустила в прошлый раз? Я ничего не замечаю. Такое чувство, что просто большинство вещей, каких-то предметов или даже частей локации просто мимо моего сознания проходят, мимо восприятия, и я просто ничего не вижу. Вот этот секрет я как-то не замечала, либо я просто про него забыла, не знаю. Кто, откуда в меня стреляет, я не пойму. Так, мне хочется как-то добраться до этого секрета, но... Это надо же понять, как... Еще и выжить желательно. Так, а эти штуки вниз не опустятся? Я думала, они так же работают, как и другие. Нет, ну ладно. Ну, перезарядка подставила меня, как всегда. Да хватит! Все очень плохо со здоровьем. Как мне спуститься вниз? Прыгать, я думаю, не стоит. Сейчас я опять наверх поднимаюсь, да? Где спуск вниз? В эту сторону? Ау! Хватит там крысица в углу. Нужно лечиться срочно. Я иногда забываю лечиться вообще. Забывать не надо. Так. Какие дальше варианты? Я что-то не знаю. Я что-то в растерянности. Сюда, может быть? О, точно. Внезапно, ладно, давайте. Не буду прыгать. Сделаем все аккуратно. Так как у меня здоровья не очень много. Подождите. Ой. Ничего себе. Локация просветила. Немного. Своими текстурами. Подожди, а я тут была? Добран вот так. Это что? Ну, по сути, я уже добралась до самого низа, но... Где-то там был секрет. Я его так и не нашла. Не надо кидаться. Не надо кидаться. Чуть стоишь, о чем задумался. Вот там секрет. Ну, как туда попасть? Вот там есть дверь. Ну, как туда попасть? Ай... Конечно. Я хотела не затягивать прохождение, но теперь мне любопытно, что там в этом секрете. Хотелось бы его достать, но... Получится, не получится, я не знаю. Отстаньте. Враги опять наспавнились. Ау. Ну вы че, она хватит. По-моему, это было здесь. Но как сюда залезть? Вообще, я надеялась... Да дверь, успокойся, господи. И я надеялась, что он сможет сюда как-то вот по этим... Не знаю, что это. Вот по этим штукам, по этим вот опорам, укреплениям сюда залезть наверх. Здесь они как лестница выглядят. То есть, по идее, он бы мог забраться, если бы захотел. Но он не хочет. Он не хочет. Я не могу ничего с этим сделать. Ну тогда хороший вопрос, как вообще это сделать. Если прыгать он не хочет. По этим вот лестницам забираться он тоже не хочет. Летать он не умеет. Тогда... В общем... Тогда непонятно. Тогда непонятно. Ах... Ладно, неважно. Ну, значит, не судьба, короче. Нет и нет. Ну и наплевать. Куда-то сюда мне. Лифт? Подождите. А как туда попасть? С другой стороны, может? А, или... Подождите. Там же можно было спрыгнуть, по-моему, туда. Где-то, откуда-то. Да сейчас дай перезарядиться. Где-то можно было как-то туда попасть. Это я помню, но... Но уже не помню как. А, все. Все, по-моему. Хотела ему сказать, чтобы он подтянулся. Но он и так сообразил, что нужно подтянуться. Ладно. А, нажать кнопку. Давайте нажмем. Кстати говоря, я недавно... Недавно скачивала первый... Первый слотер на телефон. Я скачала из Google Play. Я его скачала, но там бесплатный. Ссылку я не буду оставлять, так как... Ссылка, скорее всего, просто так не откроется. Но если у вас есть телефон, то вы сами найдете в Google Play эту игру. Вы ее легко там найдете и скачаете. Она бесплатная. Бесплатные приложения скачивать, устанавливать можно. А вот платные там уже не купишь. Я бы хотела вторую часть больше всего. Мне вторая часть слотер очень понравилась. Я посмотрела немножко прохождение на ютубе. Первую серию прохождения. Мне понравилось, но я дальше не стала смотреть, потому что я когда-нибудь хочу сама поиграть. Но я отвыкла играть на телефоне вообще. Я на телефоне уже сто лет не играла, и это так неудобно. Это жесть как неудобно. Но я так страдала. Особенно развороты. То есть... На себя нападают враги. Ты пока сообразишь, как к ним быстро повернуться, развернуться. Тем более быстро это сделать у меня не получается. Может быть, потому что я не привыкла. И персонаж таким неповоротливым ощущается. И это я еще играю на легкой сложности. И все равно меня там убивают периодически. Я не успеваю к ним разворачиваться. Я не успеваю стрелять. Если еще один-два персонажа там... Точнее врага, то еще можно отбиться. А если там их целая куча. И плюс там тоже такие есть враги типа тех, которые здесь ходят, такие мощные. Вот они такие живучие. И меня очень часто убивают. Так что да, на телефонах играть это просто ад. Я не знаю. Зачем телефонные игры вообще существуют? Может быть, для тех людей, кто не может себе компьютер позволить? Но тем не менее, мне понравилось. Мне понравилось. Ну, либо там где-то в поездке может поиграть. Ну, в принципе, ладно, мобильные игры тоже могут быть. Вообще-то не такая уж плохая идея иметь любимую игру еще и на телефон. Просто играть в это очень сложно. Но я поиграла, мне понравилось. Если бы был ремейк, допустим, вот на ПК. Может, когда-нибудь сделают. Может, когда-нибудь. Я бы хотела вторую часть. Но первая тоже вроде неплохая. По крайней мере, она мне понравилась больше, чем третья. Намного больше. И в нее играть гораздо проще, чем в четвертую. Вот в эту. Потому что она линейная. И я... Ну, первая часть лотер. Она линейная. То есть ты там идешь, и... Там нет таких лабиринтов, таких локатов запутанных. Ты идешь, и ты точно знаешь, куда идти, что тебе делать. Там я еще ни разу не заблудилась. При том, что очень темно. Некоторые места, они такие темные, как... Кое-что, кое-кого. Тем не менее, я там еще ни разу не заблудилась. И дошла я там. Битва с боссом. Там такой громила жирный в маске с тесаком. И меня закрыли с ним на арене. Я растратила все патроны. А ножом он не убивается. И я там побегала, и не поняла абсолютно, как с ним сражаться. Я психанула и выжила. Не знаю. Потом посмотрю, может быть, прохождение, и пойму, как с ним сражаться. Пока вообще непонятно ничего. Но вторую часть я бы хотела. Вторую часть лотера. Там такой персонаж, главный герой. Он мне немного напомнил Хадсона. Так, сейчас я попью чай, и немножко поболтаю. Отдохну от геймплея. Так, что я хотела. А, да, персонаж напомнил мне Хадсона. И у него даже имя похоже. Его зовут Хартер. Персонажа второй части Слоттер. Это тоже военный, тоже спецназовец. И он приезжает, чтобы подавить в тюрьме бунты. Разобраться там со всеми этими восставшими бандитами, психами. Навести порядок. Он приезжает со своей группой. И, собственно, все. И начинается весь замес. И у него еще есть такие крутые рукопашные атаки. То есть добивание. Он, ну, не только может стрелять, но еще может какие-то такие рукопашные приемы делать прикольные. Я бы очень хотела поиграть, но, к сожалению, этой части нет на ПК вообще совсем. А купить ее сложно. В Google Play ее сейчас не купишь. Рустор еще есть, но я как-то пока... Пока еще не решилась его установить. Есть у меня некоторые подозрения и сомнения. Но, не знаю, может когда-нибудь все-таки скачаю, потому что других вариантов нет все равно. Но я все-таки надеюсь, что когда-нибудь все-таки, все-таки, может быть, сделают ремейк. Может быть. Вроде разработчики об этом задумывались. А еще есть у них игра, которая называется Mind Cell. Это уже что-то типа в сеттинге Киберпанка. Там тоже... Там такой персонаж, такой герой, ну, киборг, я так понимаю. Наполовину киборг, наполовину человек, а может и полностью киборг. У него в голове такая штука, куда ему разные чипы вставляются, а ноги у него полностью металлические. Не знаю, я потом, может быть, вставлю вот на этом моменте какие-нибудь кадры из трейлеров или скриншоты, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И вот я бы... Ну, хотя нет, я, наверное, в Mind Cell бы не очень хотела играть, так как персонаж там, герой, он мне немножко напоминает Рассела. А Рассел мне совсем не симпатичен. Ну, я бы, конечно, все равно купила, если бы она была на ПК, я бы попробовала. Некоторые персонажи там прикольные. Я даже смотрела прохождение Mind Cell полностью, но на перемотке. Поэтому я, может, не все уловила. То ли там какой-то искусственный интеллект хотел захватить чье-то тело, то ли злой ученый что-то там мутил. Я не поняла, это честно. Вообще, у этих разработчиков, все главные герои всех игр, я их поделила на два типа. Рассела подобные и Хатсена подобные. Все. По категориям их разделила, и, ну, соответственно, Хатсена подобные мне нравятся, а Рассела подобные мне не нравятся. И похожие на Хатсена, это персонаж второго Слоутер, это сам Хатсон и персонаж второго Волл оф инсенити. Вот, трое их всего. А Рассела подобные, это все остальные. Это герой Майндселл, он, мне кажется, похож на Рассела, только в таком кибер-обличии. Ну и сам Рассел. А Рассел у нас герой первой части Слоутер и третьей, четвертой. И вроде бы разработчики уже думают насчет пятой части, не знаю, кто будет в пятой части, главный герой. Но я бы хотела поиграть, помимо новой Волл оф инсенити, я бы хотела поиграть во вторую Слоутер. Но пока, пока для меня это невозможно. Но потом я подумаю, что с этим делать. Буду ждать, наверное, ремейка все-таки. Потому что себя мучить и проходить на мобилке. Я не уверена, что я с этим справлюсь. Классный чай, зеленый. Люблю зеленый чай. Черный как-то не очень, а зеленый мне нравится. Ладно, все. Чайбитие окончено, давайте дальше продолжать. Хочется иногда просто поговорить. Просто поговорить. А во время геймплея я не всегда успеваю говорить, так как мне нужно отстреливаться, нужно следить за обстановкой, либо персонаж умрет, либо я заблужусь, либо еще что-то. Так, мне туда, я так понимаю, или сюда. Вот куда-то туда указывает, за стенку, но как нам туда попасть? Есть два пути, в общем, этот и вот этот. Я так понимаю, нам сюда, так как у нас есть перчатки, и нам нужно подтянуться вот сюда. Возможно, я не помню. Давай, спускайся. Вроде мы идем правильно. Подлечусь еще чуть-чуть. Так. Долезешь? Да, он долезет. Очень высоко может подтягиваться. Не сюда, ты уверен? Ну ладно, допустим. В какую дыру мы попали? Это свалка? Что это такое? Здесь все в грязи, в каком-то... В каких-то токсичных отходах. Кажется, у меня гроза начинается. Ой. Ничего себе, вот это грохнуло. Ну, ладно. Я надеюсь, это не будет слишком сильно мешать прохождению. Все эти звуки громоподобные. При том, что я окно закрыла, кстати говоря. Я его закрыла, но все равно может быть громко. Так как гром, он... Он громкий, да. Еще полечусь. Давайте сюда пойдем. Кто-то сейчас побежит, сто процентов. По-моему, громила здесь будет. Да? Привет всем. Ну, перезарядка, я ненавижу. Не ненавижу перезарядку. Какой он тормоз. Это громила. А здесь что? Два стволка. Не-не-не-не. Фу, гадость. Не буду эту КАКу трогать. Ни за что. Не люблю двустволки и не люблю пистолеты. Хотя Волны Финсанити мне нравилось использовать и пистолеты тоже. Ну, такой мощный там был пистолет. Типа, может быть, Магнум, я не знаю. Я не очень разбираюсь в оружии, точнее, я совсем не разбираюсь в оружии. Поэтому я не могу точно сказать. Ну, то есть я, конечно, отличу дробовик от автомата и пистолет от ракетницы, но это максимум, на который я способна. Подожди. Мне куда-то нужно еще вниз. А как туда попасть? Сюда? Ой-ой-ой. Не надо. Ах ты! Нехороший человек. Туда лучше не прыгать, там газ ядовитый. А у меня еще нет респиратора, никакой защитной маски, ничего. Ну, хороший вопрос, тогда куда мне нужно? Если туда, я не могу. Значит, мне нужно найти где-то противогаз. Правильно? Скорее всего, правильно. И постараться не заблудиться. Так, я помню, где-то есть кнопка, если мы нажмем на эту кнопку, вот эти вот штуки поднимутся наверх, и мы сможем пройти, но... Фиг знает, где она. Может, я чего-то не вижу опять, может, лестница где-то есть, еще что-то. Там газ, я туда не пойду. Я еще по сюжету не нашла, вроде бы, противогаз. У меня есть маска вот эта вот. Вот эта вот, но она чисто визуальная. То есть, по сюжету у меня как бы нету этой штуки, этой маски, вроде бы, да. Можем, конечно, спрыгнуть, посмотреть, что будет. Ну да, эта часа, в общем, для визуала штука, для его внешности. Никакой полезной функции она не выполняет, и от газа нас не защитит. Нам нужен не этот противогаз, а какой-то другой, в общем. вообще там был еще где-то один проход. В этом очень легко всем заблудиться и заплутать окончательно. Где это было? Здесь это было. Скорее всего, нам сюда. Давайте сюда полезем, больше некуда. Все остальное перекрыто, противогаза нет, значит... Падай, скотина. Перезарядка, пожалуйста. Где-то еще один. нет, ему еще мало. Ладно. Добавим. Так. Здесь просто туалет. здесь что? О, кнопка та самая. О чем я и говорила. Все, эти щетки поднимаются, и теперь мы сможем перейти. Что здесь? никого не появилось пока что? А? Что это? Сделаем перезарядку. Сейчас набегут опять. Опять набегут. так стоп, там что-то было. Кажется. Нет, мне показалось. Мне показалось, наверное. Сохранением. И две двери, либо туда нам нужно идти, либо сюда. я не помню, куда нет. Сюда мы не пройдем, ладно, так проще. Значит, у нас только один. Ну, подходите, подходите. Ау. Это что? Крам? Крам? Типа душевая такая. Странная. Ну, ладно. Кто здесь? Я не помню. Обычные враги, но их очень много. здесь есть что-то полезное, я не помню. Может, какой-то секрет, но ладно. мы включили вентиляцию, я поняла. То есть, сейчас можно пройти без противогаза, просто врубив вентиляцию, которая весь этот дым откачает ядовитые. все, он пропал. Да, дурак совсем, господи. свалилась случайно. ладно, это не страшно, так как теперь здесь нет ядовитого газа, но я в растерянности, куда мне идти. Пойдемте на указатель. Тихо-тихо-тихо-тихо! Верните обратно. Ладно, туда мы не пойдем, туда еще нельзя ходить, там все еще, все еще ядовитый газ. Можно взять гранатомет, кстати, но я не буду. Я уже выбрала свои любимые пушки, это вот это и вот это. Но это я пользуюсь только когда у меня заканчиваются патроны к моему любимому оружию, либо когда врагов очень много, и на них тогда очень хорошо вот это оружие работает, просто стоять где-нибудь и расстреливать целую толпу всяких уродов, которые на тебя бегут. А это, ну, если совсем уже патроны кончатся на все. А вот этот нож, который на боку у него, я не знаю, как его использовать, вообще не знаю. У меня ни разу не получилось его достать, он скорее всего просто для красоты. Либо я понятия не имею, на какую клавишу он достается. И зачем? Он в принципе нужен, если у нас есть пистолет с бесконечными патронами, но зачем-то, наверное, нужен, ладно, пусть будет. Так, куда мне идти? Куда мне идти? пистолет с бесконечными пистолетами, пистолетами, ты туда пришел? Иди сюда пришел. Иди на пистолет. Попробуем отбиться. Получилось. Теперь мне сюда. Правда? Или нет? Кельтик. Кельтик. Это правильно произносится? В общем, вот эта вот пушка, она называется Кельтик, да? И мне эта пушка нравится. Записка. Что она гласит? Еще вчера все мы тут ныли про тяжелую жизнь, и сегодня к нам приставили этого вонючего терминатора, он всех тут строит, а дерзкий, хвалит на месте. А еще вчера жизнь-то была ништяк, пацаны, была ты ништяк. Начинаешь что-то ценить только после того, как это потеряешь. Типичная история. Я знаю, про кого они говорят, они говорят про этого босса, которого мы уже один раз вольнули, но мы его еще встретим. Либо это два разных громилы, я так и не поняла, это первый выжил после того, как он упал в воду, либо... Так, это что там? Это секретка, но по-моему мы ее уже взяли, да? Ну, то есть я уже ее находила в том прохождении. Да, точно, ящик открытый, значит, ладно. Значит, это все я находила. А здесь я была? Наверное, нет. Давайте полечимся и полезем в неизвестность. Куда это я залезла? Что это? Насосная станция. Вот, мне сюда и нужно, кажется. Да? Вроде бы, да. Сохранение. Может, на этом стоит пока закончить? Возможно, я на этом закончу. Сколько я наиграла? Наверное, минут сорок уже есть, как обычно. Все серии получаются где-то по сорок минут, плюс-минус. Думаю, пока все, на этом скоро продолжим. Спасибо за просмотр, всего хорошего, пока-пока. -пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-п